Бессонной эта ночь выдалась для целого двора на Яграх. Оцеплением всего квартала там закончилась свадьба. Жених и гость торжества разругались с соседом. Потасовка закончилась двумя ножевыми. Затем сосед заперся в квартире. Как установили полицейские, дома в сейфе у него хранится охотничье ружье. Собрались все спецслужбы города и руководство городской полиции. Десятки автомобилей с мигалками, все спецслужбы города и все руководство северодвинской полиции эту ночь провели на Яграх. Оцепить пришлось центральную часть острова. Житель четвертого этажа Логинова-5 ударил двоих молодых людей ножом, а затем забаррикадировался в собственной квартире. После проверки жильца по базе данных установлено в сейфе у него хранится охотничье ружье. Дом отключили от электроэнергии, перекрыли газ. Двое все живы, но двоих порезали. Баррикаду устроено на четвертой ружье. Жениха порезали, ну вот сюда вот, в бок. И друга жениха в пах порезали. Там на площадке вроде. И вот преступники там закрылись в квартире и не выходят. Нервы соседа не выдержали, когда жених с друзьями вышел покурить на площадку. 51-летний мужчина сделал молодым замечание. Те ударили соседа. Мужчина вернулся домой, схватил нож и ранил обоих. Истекающих кровью пострадавших увезла скорая. Торжество на этом закончилось. Здравствуйте. Есть телевидение, скажите у вас точно? Нет, в комментариях. До свидания. А вот обидчик Ягринцев в страхе держал еще долгих 4 часа. Именно столько велись переговоры с вооруженным соседом. Позже он согласился впустить в квартиру доктора. В медиков пришлось переодеться сотрудникам уголовного розыска. В результате длительных переговоров удалось мужчину склонить, и дверь была открыта. Эй, пи***ь! Ваши лидори! Садись, пи***ь! Выйди сюда, пи***ь! Воду горит! Жители подъезда соседа называют странным. Об этом говорит и, мягко говоря, неубранная квартира. Но на учете в психоневрологическом диспансере он не состоит. Охотничье ружье у мужчины изъяли, а оба пострадавших сейчас находятся в больнице. Жениху провели операцию. У него два тяжелых проникающих ранения брюшной полости. У друга резаная рана в области паха. Их обидчику грозит до семи лет лишения свободы. Анна Бибикова, Виталий Трапезников, Вестник, Северодужка.